Продолжение следует... 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 нацистами, нациками, да, но то, что они заставляли людей делать там, они заставляли кричать, вот открывается камера, да, и при открытии камеры обязательно должны были люди кричать, слава России, слава Путину, слава Шойгу. Один человек какой-то бы не выкрикнул, вся камера могла пострадать, могли лишить курения, могли лишить еды, лишить сна. Иногда попадали такие люди, из-за которых просто не давали спать в камере. Я могла бы наоборот их нацистами назвать после этих всех вещей, а по поводу издевательств, ну там все делали, что могли. Лично надо мной, ну, лично меня били током. Первый наш допрос с нашей группы посадили моего товарища напротив, сначала его подключили, током побили при мне, потом меня током побили при нем, а потом ему говорят, подключай, бей его током. А мне говорят, чтоб я его подключал, бил током. Эмоции, извиняюсь. В итоге, конечно, никто из нас не согласился, но мой товарищ знал, что у меня больное сердце. И он на себя взял, как бы, чтоб бить и меня уже, говорит. Эмоций сильно много, извиняюсь. До сих пор, допустим, пальцев двух не ощущаю, но это, по всей видимости, последствия удара в током, потому что подцепляли на пальцы провода и били током через них. Ну, а что касаемо ноги, мне очень сильно разбили ногу берцами, военными и дубинкой. Били до такой степени, что вот в итоге получился такой с ногой казус. Что она мне сначала, ну, я им говорил с самого первого дня, когда первый допрос был, и меня били, я уже сказал на второй допрос, что, ребята, ну, мне с ногой проблема, делайте что-то. Я закрывал ту ногу и руками, и второй ногой пытался, они убирают, нет, мы тебе эту ногу все равно добьем, поломаем. Ну, в итоге поломать не поломали, но последствия вот такие получились. Когда они уже увидели, что у меня нога в два раза больше, чем положено, тогда только они приняли решение, и то это было чудо. Я, честно говоря, думал, когда меня забирали оттуда, после тех разговоров, которые у нас были при допросе, что мы тебя здесь и забьем насмерть, и похороним потом, и никто тебя искать не будет. Я вообще думал, что меня в лес вывозят, а не лечиться. Сначала вылезли в алдыри, но пухло нога, то одно дело, вылезли в алдыри, и они уже увидели, что кошмар с ногой. Та тебе, типа, везли меня в больницу, еще шутили надо мной, два эти сотрудника, что тебе ее отрежут, скорее всего, тебе ее отрежут, готовься. Я говорю, ну, посмотрим, что уже будет. Я говорю, спасибо, что везете в больницу, хотя они же, по сути, и сделали это с моей ногой. Последствия до сих пор я расклебываю, потому что нога, не могу ходить нормально. Ну, по сути, я на сегодняшний день себя чувствую инвалидом. Крики с подвала доносились почти круглосуточно. Подвал, это в подвал выводили в основном людей, где пытали током. Ну, одного человека, который у нас, бывшего полицейского парня, к нам завели, он вообще рассказывал свой случай. Мы заливали через, надели на голову сверху и на рот футболку, и через эту футболку заливали в него воду. А потом били только шокером таким, ручным. Меня били шокер, который у них стационарный. Крутили там, он прибавляется, убавляется, но больше-меньше делается. А его били шокером ручным, и у него на теле пооставались точки. Прям видно было, что у него там нагноение у бедного пацана было. Ну, конечно. А с подвала постоянно доносились крики, как пытали людей. Возможно, кто-то и не выжил в процессе этих издевательств, я не исключаю. Что, в принципе, если бы меня, может, еще пару раз там током подключили, тут же, возможно, сердце могло бы не выдержать, потому что это, ну... Нелюди, все, что я могу сказать. Они спрашивали еще, почему вы нас называете орком? Я после этих пыток хотел называть. Почему, по-другому, как вас называть, если вы издеваетесь так над людьми? Они это делали с удовольствием. Ну, лица-то я не видел. Я не могу даже на сегодняшний день опознать тех людей, которые надо мной издевались. Они же лица закрывали. Это если там еще охранный персонал, ИВС, они еще, возможно, там, где-то можно было кого-то увидеть. То, что касаемо следователей, нас всегда вели закрытыми глазами. Тебя выводят из камеры, выводили, вернее, из камеры, одевали на голову непрозрачную шапку, и ты вышел, выходил из этой шапки, ты ничего не видел. Ты шел, грубо говоря, на ощупь. Тебя в процессе, когда ты шел, могли там ударить, поиздеваться, что-то сделать с человеком. Ну, это в порядке вещей, шокером там ударить, обочным, ручным, пока человека ведут на допрос. Ну, а следователей мы не видели, потому что, вот, глаза, все. Если ты открывал, даже он сидит перед тобой в маске, и ты видишь глаза, все, все, что ты видишь. Условия там, конечно. Ну, наши-то сделали ремонт более-менее в этой ИВС, да. Ну, во-первых, если в этом ИВС положено находиться 60 человек, 60 там с копейками, потому что там, по-моему, ну, если я не ошибаюсь, или 20, или 21 камера. То есть там в среднем, а там находилось как минимум в два раза больше. Ну, по крайней мере, под той информацией, которая между нами ходила, там говорили, что в районе 126-128 человек находилось постоянно. Что касаемо питания, да, ну, нас, когда я был, допустим, пытались кормить там 3 дня, 3 дня в день, ну, конечно, еду это назвать очень тяжело, понятно, ну, хоть еда была, а до этого людей вообще один раз в день кормили. Заставляли гимн свой учить, да. Те, кто не знает гимн, те камеры, ну, я, конечно, как бы у нас не получилось, так что я попал на эти моменты, но рассказывали с других камер, потому что иногда перемещали человека с одной камеры в другую, то есть рассказывали, что те, кто не знал гимн, опять-таки тоже, не давали людям курить, не давали спать, пока не выучили все гимн, и издевались тоже самое, ну, били током. Хоть один человек в камере, если не знает этого, то страдают все. Я могу сделать только вывод по своей камере. К сожалению, ну, я краем-краем только ухо слышал от кого-то, кого переселяли с одной камеры в другую, кого там держали. Ну, патриотов, естественно, там. Там даже задерживали людей, у которых, родственники, у которых в ЗСУ, вот при мне задержали парня, у него отчим в ЗСУ, он говорит им, я не общаюсь со своим отчимом, они нет, все равно, типа, будем набирать его. Он где у тебя служит? Вот Николаев, они даже знали, от где человек служит, я так понимаю. И вот через родственников они пытались найти тех людей, которые именно в ЗСУ служат. Некоторых людей просто хватали за то, что они спелкувались украинской мовой, а это их бесило. Ну, я так понимаю, даже тех людей, которые, которые спелкувались украинской мовой, таких такое же брали и затремывали. Измушивали, что ты ему дадил? Измушивали так, вчитый гимн и кричать те слова, которые я уже повторил при открытии камеры. Слава России, слава Путину, слава Шойгу. Каждый, кто заходил в камеру, мы рисовали календарь, потому что, ну, никаких же средств, ни средств связи, они же все позабирали тут же. Ни средств связи, ничего у тебя нет, ни ручки нет панально, они, ну, листики давали, в основном для того, чтобы люди писали и заучивали гимн, типа, его же можно записать, и ты его проще заучишь. Только для этих целей. А вообще для того, чтобы календарь, мы на стене царапали каждый день, каждое начало дня мы царапали новую дату. И там были люди, которые, ну, вот я выходил, я уже был там, ну, как вышел, и то благодаря тому, что такое стало с ногой. Я вышел на 17-й день, а при мне там сидел парень, который был уже 56 дней. А ребята, которые раздавали еду, ну, те же, что в камерах находились, они их брали как обслуживающий персонал. Там один человек был, который 90 дней находился в ВВС. Естественно, люди как-то должны были понять. По часам времени мы не понимали, приблизительно там уже выстроили какую-то для себя шкалу, сколько времени, потому что ни часов, ничего, что аналогично нет, ни средств связи, ни часов у нас не было. Пытались как-то понять, какое приблизительное время. Ну, а что касаемо даты, рисовали это на стенке. Что касается воздуха свежего, там система вентиляции, ну, на тот момент, когда я там находился, она не работала. Там до такой степени было душно и стоял, ну, как сказать, как в тропиках, я бы сказал, вот такая влажность стояла. Я думал, что там людей, которые очень долго держали, скорее всего, проблемы с легкими рано или поздно наступили, потому что реально, ну, такое ощущение, что ты влагой дышишь. Повышенная влажность и система вентиляции то ли умышленно не работала, возможно, это опять-таки одна из мер, которые они применяли к людям. Скорее всего, я так предполагаю. Потому что она, вроде как они включали ее, но работы этой системы вентиляции никто толком не слышал. Что касаемо солнца, ну, в камере у нас было одно окно, но особо там не понаблюдаешь за солнцем. При этом один раз мои исследователи у меня еще спросили, такой интересный вопрос задали, а вас вообще на прогулку выводят? Я говорю, какая прогулка? Мы сидим в камере круглые сутки. Никто нас никуда не выводит. Но они были сами немножко удивлены, я так понимаю, моим ответом, потому что они, наверное, ожидали, что я скажу, да, нас выводят раз в день. Нас никто там никуда не выводил. То есть мы сидели в одной камере, и при этом, если три, три, как это называется, в тюремном жаргоне шконки, то есть три кровати, то у нас там держали по 6-7 человек. То есть люди спали на полу, просто на полу. Я сподевался, что приеду ЗСУ и на реште нас освободят. Ну, вообще, ну, по сути там, я скажу так, что многие люди, которые прошли, ну, в каждой камере из литературы были псалмы, то есть люди очень многие повернулись, я так понимаю, даже, возможно, могу это сказать, что люди многие повернулись к Богу, потому что после того, что испытывает человек в таких учреждениях, то на самом деле молишься. Уже какими только языками там люди не молились. У нас парень был, который кришнаит, он даже свои молитвы постоянно читал. То есть, ну, очень многие люди, которые даже не знали молитв, их выучили там. Даже атеисты, заклятые, ну, на самом деле люди выучили даже там молитвы. После того, что испытали там, всегда теплилась надежда на то, что тебя вот-вот откроются двери и выпустят. Пройдут наши и выпустят. Теперь ты на самом деле понимаешь, что такое жить. Хоть и, допустим, на сегодняшний день в Херсоне не так легко жить, нет ни отопления, нет ни толком воды практически ни у кого, но свет вы видите, света, естественно, нет. Но все равно люди помогают друг другу тем, чем могут. Вот у нас, допустим, сосед помогает, дизель включает, люди заряжают телефоны, пауэрбанки заряжают для того, чтобы пытаться связаться как-то с родными. Спасибо, Господи. Да, Господи. Пожалуйста. Всем спасибо. Всем спасибо. Пожалуйста. Человек вообще на 13 этаже старики наши живут и вынуждены тоже спускаться за водой, потому что вода и на верхних этажах нет. Хотя бы еще свет был, да, хоть приготовить еду и того нет у нас, к сожалению. Да какая там еда. Дед у меня вчера такой сердечный приступ был, так я думала, что я и сама сдохну там возле него. Я смотрю, что он даже и не спускается, да? Да какой-то. Я просто вижу, что вы спускаетесь, ходите. А он смотрю, что даже и не приходит. Спасибо. Да, вот так. Выхожу я вот так теперь. Потому что раньше ходил ровно, а сейчас из-за ноги вот так хожу. Честно говоря, я верил в то, что рано или поздно наши взойдут в город. Я уже в это верил, когда уходил из больницы. Ну, эмоции, конечно, переполняли, потому что ждал этого. И пытался все сделать для того, чтобы наши быстрее зашли в город сердцем.